С одной стороны, взять очко у лидера, да, это хорошо на выезде. Факел очень сбалансированная, хорошая команда, умеющая играть в футбол. Но мы целый тайм практически играли в большинстве, и плюс не забили пенальти, поэтому, конечно, целым результатом не очень удовлетворены. Но, знаете, как мы должны были забить пенальти и довести дело до конца, но если мы не можем разыграть лишнее, в этом, наверное, все-таки тренер виноват. Поэтому я с себя не то что не снимаю, а вот это вот ничья, все-таки, на моей совести. Мы много работаем, много говорим, но у нас пока не всегда получается играть так, как мы хотим этого. Как решили перестраиваться в перерыве, когда состав уравняется? Ну, по-разному. Мы и в первом тайме перестроились, и во втором несколько раз перестраивались. У нас определенные проблемы с крайними защитниками, поэтому центральный защитник играл с фланг, и поэтому у него ноги сводило. Ну, разные моменты, разные моменты. И я считаю, мы, если говорить про тактику, тактически правильно играли, правильно встречали, правильно оборонялись, правильно контуракт атаковали. Ну, и моменты создавали во втором тайме, и безденежных бил, и пенальти там не дали на Оленикове. Поэтому результатом, еще раз говорю, с одной стороны очков, с другой стороны я лично недоволен, так же, так, как и команда. Вопрос в Яндекс.Порт. Расскажите, пожалуйста, вот Артем Кулишев совсем недавно играет в составе Факела. Если открыть все карты, уже матч прошел, был ли у вас какой-то личный разговор с Артемом по поводу того, какие сильные и слабые стороны индивидуально, может быть, у игроков Факела? Видно было, как в первом тайме Артем, слава мастерным, плохо там, избирался на своем фланге. Ну, я тренер, поэтому я Факел очень хорошо знаю. Некоторые футболисты и играли у меня, и вообще мы изучаем команду, поэтому какую-то такую информацию от футболистов мы очень-очень-очень редко там спрашиваем, да. Поэтому то, что Кулишев сегодня играл в тайм, мы его поменяли, это из тактических соображений. И в целом-то он первый тайм, ну, как сказать, достойный провел, да. Но, не знаю, у него после последних там два, два с лишним года какой-то простой засуха голевая, и не может он себя найти, и надеюсь, что в нашей команде он себя по-настоящему еще раз раскроет. Ну, хороший футболист, он на данный момент играет ниже своих возможностей, а возможности у него большие. Спасибо большое. Сергей Ильич Павлович, «Большой футболист» – насколько разочарованы тем фактом, что после того, соответственно, какой-то период матча играли в большинстве, получили удаление такое же, как и футболисты, соответственно. Еще раз говорю, очень расстроены, потому что мы 40 минут играли в большинстве, да, и не могли правильно распорядиться мячом. Если бы это еще было на нашей половине поля, возможно, я бы подсказал, да, так как это далеко от скамейки, не мог там докричаться, договориться. Но в любом случае профессиональная команда, играющая в ФНЛ, должна все это знать, должна уметь. Мы все это проходили, мы все это разбирали, говорили, но разочарованы, разочарованы. И плюс, и удаление Сидорова непонятное, в каком плане непонятно, не должен был так фалить. Ну, а две желтые марки на это вообще разгильдяйство. Ну, что скажете ребятам после этого, в случае того, что часто арбитр, если в самом начале игры говорят, ну, красную карточку стремится, уравняйте составы, я думаю, будет ли ты, потому что это стало больно. Ну, вы все видели, наверное, стремился, не знаю. Ну, как бы, что говорить про судейство. Судейство как судейство, надо говорить про футбол, да. И хочется сказать огромное спасибо и болельщикам, да, потому что вот сколько там было зрителей, очень много зрителей гнали свою команду вперед, и нам приятно играть. Поле зеленое, да, но не очень хорошего качества. Возможно, это еще помешало играть и нам, и Факелов, более качественный футбол, постоянно мяч подпрыгивал. Но, тем не менее, бойцовские качества, характер показали обе команды. Я думаю, что футбол понравился зрителям. Фондю любит тебя!